Итак, ребятушечки, всем привет! Я приветствую вас на своем канале, я Дмитрий Чаплинский. Сегодня мы будем тащить сальтушечки. Сегодня будет чисто тренировка по сальтушкам. У нас есть два парня, которые хотят научиться сальтушке. У нас есть Андрюша, который хочет научиться бланш. И есть Димончик, который хочет научиться любое сальто. Просто без разницы им, какое сальто. Главное научиться. У парня есть, конечно же, страх взять сальто. Но сегодня, я надеюсь, он его поборет вообще без проблем. И я, конечно же, помогу, чем смогу. Поэтому, ребят, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Посадьтесь поудобней, мы полетели. Ну что, Димончик, готов? Готов. Точно? Тащишь? Конечно. Какое сальто вообще хочешь научиться? Хотя бы переднее. Ну, предпочтение, какое. Ты делал заднее сальто на видосе. Кто еще не видел видосик, ссылочка в описании. Заднее сальто за одну тренировку. А сегодня что ты хочешь научиться? Переднее сальто, чисто по лайту. Чисто по лайту, короче, передко, да? Да. Андрюха Бланш будет сегодня учиться у нас. Да, потом петлю в корбу. Петлю на изи, да? Вообще на изи. Короче, сейчас наша задача взять вот эти скаты, поставить их вот туда вот, короче. И там уже будем учиться, потому что здесь как бы немножечко падать будет неприятно. А вот там в самый раз. Короче, вот так вот. Рабочий процесс. Напишите пока в комментариях, как вам новый формат, когда я снимаю не на свою камеру спортивную, а вот именно на айфончик. Думаю, вроде бы качество нормальное, и звук вроде хороший. Вот так вот, короче. Пока парни работают, димончик делает контент. О, там, да-да, все-все, Андрюш, там. Сначала, конечно, ребят, разогреваемся. Мы не снимаем процесс, но вы должны знать, что сначала разогревчик. Мы сейчас немножечко разогреемся. Андрюха уже начал разогреваться. Короче, я сейчас поделаю обычные сальтушечки, там, передка, боковушечка, там, туда-сюда. Разогреюсь сначала я, чтобы был разогрет, чтобы не остывал, а дальше уже буду учить парней. Короче, вот такую вот станцию соорудили. Сейчас подложим плиточки туда, чтобы скат не съехал. И я вам скажу, ребят, хороший трамплин получится. Он, конечно, выбрасывает вообще отлично. Сальтушки залетят сегодня. Парни там разогреваются. Отлично. И дождь начинается. Ё-моё, блин. Димончик, признайся, из-за большого страха прыгали сальтушки, ты на шаманил дождь? Ну да. Да? Настолько очкуешь при сальто? Я очкую. А? Очкую тебе. Ну что там по сальтушам? Сальтушки залетают только так. Конечно, так и так. Так там, жопа. Безопасно. А у меня кто жопа? Безопасно. На изи. Ребят, все безопасно, все отлично, все четко. Не скользко. Не скользко. Трамплин прям подстроенный по то, чтобы сделать обычное переднее сальто с одной ноги. И Димончик сейчас будет пробовать. Короче, сейчас покажу ему первое подводящее упражнение. Ну, дальше работаем. Димончик, все. Димончик, ты видал? Безопасно. Димон, не бойся. Первое подводящее упражнение. Надо разбежаться. Встаешь, к примеру, правой ногой, потом левой. И получается прыжок туда и вымах правой ногой. Короче, показывай, как. Просто вот. Право, лево. Все. Вот так вот, короче, сделай. Право, лево. Право. О! Да, да, да. Да, ассасин. Еще раз. Право, присел, лево, выпрыг. Ого. Ты бежишь, присел, и такой... Попробуй. Наступил, наступил, но присел. И выпрыг. О! Да, да, да. Как вам безопасность, пацаны? Давай, Димончик. Оп! Отлично. Ого, ого. Вот это сальто. Ого. Короче, следующий этап. Я его держу за руку. Он разбегается. После чего ему нужно прыгнуть и наклонить корпус вперед. Если он будет не докручивать, я его докручу. Единственный минус. Это у нас, получается, так стоит скат, что ему нужно немножечко прыгать вперед. Это единственный минус. А так, в целом, второй скат выбрасывает, так, нормально. Готов? Работаем. Да, 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 да. Только в момент прыжка... Туда. Ногу кидает. Да, и наклоняй. Наклоняй корпус. Хорош! Хорош! Правда, немножечко ноги мягкие, получается. Он просто как-нибудь их ставит и сразу же проваливается. А так, в целом, нормально. Первая попытка. Как твои ощущения? Я такой лечу. Не, в целом, как бы уже понимаешь, как вращаться. Я просто вообще-то крип. Короче, разбег, прыжок, наклон. Все. Драконя, в принципе, да. Ну, как бы, ребят, вот такая вот быстрая, так сказать, обучалочка. Можно было начинать обычные кувырки, потому что поехал. Но зачем? Мы же дикие драконы, правильно? Хардворк. Да. Да. Хардворк. Вот это да! Вообще, пушечка. Реально, вот сейчас-то четко. Выпрыг, группировочка, приземление. Все было отлично. Реально, вот сейчас было вообще огонь. Персик просто. Что-то намечается. Но, 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 но. Немножко слабо отпрыгнул. Ты сильно уже зашел, а потом прыгнул. Прыгни и сразу заходи, понял? Ты немножко рано начал наклонять корпус вперед. А так, в целом, хорошо. Так, Андрюхина очередь. Будем постепенно Димона, Андрюшу, Димона, Андрюшу учить. Ну так, в целом, как твои ощущения? Страшно. Страшно? А так, ну вообще. Ну, я бы не сказал, что прям там очень страшно, да? Когда уже сделаю первую попытку, уже немножко легче. Ты просто говоришь в первый раз, и вообще не понимаешь, что происходит. Хорошо. Андрюха, ты готов? Конечно. Андрюха хочет сделать бланш. Бланш, элемент сам по себе, не тяжелый. Но для его исполнения нужно для начала сделать хотя бы заднее сальто с высоты, после чего уже делать бланш. Значит, я расскажу вкратце, что такое бланш. Бланш это сальтушка. Когда вы прыгаете, ваша задача сделать прогиб. Конечно, в гимнастическом исполнении ровный бланш, это когда вы летите прямо вот так вот. Но мы же уличные парни. Мы делаем с прогибом. Таким макаром Андрюша будет учиться. Сейчас он сделает несколько попыток обычного заднего сальто с высоты. А дальше уже перейдем на бланш. Самое главное здесь не перекрутить, и я буду стоять рядом. Андрюха умеет заднее сальто, он чисто для разогрева сделает. Или прыг. Просто стоял, короче, и так. Отпрыг. Короче, первая попытка была неудачная, он мне открыл до конца колени. Это не проблема, это все решаем. Колесо прогибается, я думаю, что я подпрыгаю, понял? Давай. Еще выше. Открый, еще колени, открывай. Открывай. Нет. Мы обратно возвращаемся пока к Димону, потому что Андрюшка немножечко подустал уже. Немножко подросла. Подросла. Подросла бил булочки. Поэтому сейчас Димончик продолжает делать нас переднее сальто. Сейчас немножечко усложняем. Я его уже не буду держать за руку. В смысле? Буду держать его сзади за кофту. В любом случае я его удержу, если что. Потому что я его, когда держу за одну руку, он, получается, его вообще отключает. Он просто здесь держит. А этой рукой нужно себе помогать. В любом случае нужно сделать отмах и в сальто войти. Поэтому лучше я его сейчас буду страховать сзади. Попробуем, что с этого получится. Короче, сейчас ему наглядно покажу, как делается, чтобы он еще раз увидел. Не-не-не. Со стороны, с вами. Короче, сейчас вернемся мы к попыточкам со мной, когда я буду держать его за руку. Давай! О! Короче, единственная проблема, он сейчас вообще не сделал выпрыг. Вообще! Он, получается, просто бежал вперед, наклонился и дальше, грубо говоря, побежал. Авторские права. Ого, ставь паузу. Ты готов? Да. Давай, пускай Димончик отдыхает. Отдых, Димончик. Отлично! Сейчас было хорошо. Да, окей, сейчас пошел хорошо. Из-за того, что этот скат слишком мягкий, мы сейчас поменяем местами скат. Вот так. Да. Поменяем. Так. О! Падай, падай, падай. О! О! Давай, давай, давай! Понял? Ого! О! Ха-ха-ха-ха! Безопасности ноль. Ага, я понял. Нога болит. Ага, вторая причина, третья причина. И? Ну и, конечно, нету мотивации сделать. Нет. Будет, сделаю. Пока нету мотивации. Да. Так, четыре проблемы, да? Да. Ты переходишь в режим оператора? Ого. Ого. Да, сейчас разбег. И прям махни задней ногой. Прям махни туда, не очкуй. И тянись к этой ноге. Понял? Не было выпрыжка. Мах, бум. Дай прыжок. Есть проблема. Как только он дает мах, он убирает высоту. Или наоборот. А здесь нужно, как будто наклониться и сделать отмах ногой. Ну, такое. Такое, но надо высота. Вот. Номер. БОКОВУХА. БОКОВУХА. Здесь ключевое слово. Маховое сальто. Здесь мы делаем за счет отмаха с задней ноги и нас разворачивают. Здесь не так важна группировка, потому что мы бежим. Это первый фактор. Второй. Когда мы делаем отмах с задней ногой, по инерции нас начинает крутить. Все очень просто. Я не скажу, что я большой паркурюга, фейранер и трикер. Но что-то в этом немножко понимаю, потому что делаю сальто. Это самое главное. Просто если бы мы учились, к примеру, обычное переднее сальто, там было бы больше проблем. Потому что там нужно выпрыгать, там нужна нормальная группировка. И вовремя открываться. Здесь чисто по инерции. А ну-ка, пятки отрываешь, братву не уважаешь. Оп, оп. Короче, ребят, что я могу сказать. Мы не научились переднее сальто с отмаха и бланш. Это, так сказать, получилась своеобразная тренировка. Короче, ребят, вот такой у нас видосик получился. Конечно же, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставим пальцы вверх, давайте поддержим пацанов. В любом случае, не старались. Ссылочка на их инстаграмчике в описании. Короче, ребят, с вами был... С вами был Дикий Дракон Дмитрий Чаплинский. С вами были Новоградские пацаны. Всем спасибо и всем пока.